Вот уже 7 лет барнаульские ученые работают над ранним выявлением онкологии всего лишь по капле крови. За это время ими получен уникальный код образования в груди. Также продолжаются исследования по получению подобной комбинации и в отношении опухолей легких. Результаты и перспективы этих и других научных разработок, а также их практическое применение обсудим сегодня с директором российско-американского противоракового центра при Алтайском госуниверситете Андреем Шиповалом. Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте. Расскажите, за годы исследований, насколько ученые вашего центра продвинулись в исследовании рака груди? Как вы знаете, что центр существует уже на протяжении 7 лет. И это совместный проект с университетом штата Аризона, это наши американские коллеги. Также мы работаем плотно с учеными из Алтайского государственного медицинского университета и с онкологического диспансера «Надежда», с которыми, в общем, работаем достаточно плотно. И за эти годы у нас образовалось уже, мы собрали достаточно обширную коллекцию различных образцов сыворотки и плазмы крови от больных с различными онкологическими заболеваниями, включая рак молочной железы и рак легкого. И надеемся, что будем продолжать собирать эту коллекцию и в итоге образуем своеобразный биобанк этих образцов. За эти годы мы не только показали разницу в иммуносигнатуру, как мы называем эту технологию, между больными и пациентом с диагнозом рак молочной железы, но и мы также определили специфические иммуносигнатуры или набор антител у пациентов с различными молекулярными подтипами рака молочной железы, с различными типами рака молочной железы. Как мы знаем, что рак молочной железы – это не одно заболевание, это на настоящий момент официально считаются четыре подтипа раков. Четыре вида новообразования, правильно понимаю? Да, четыре вида новообразования, которые, соответственно, требуют различного подхода и для лечения, и после лечебных наблюдений. Поэтому важно определять на ранней стадии, к какому типу опухоль относится. И наши исследования иммуносигнатур как раз помогают врачам, я надеюсь, помогут врачам правильно делать диагноз, правильно подбирать оптимальный протокол лечения, и, соответственно, что повысит эффективность терапии. То есть выявление вот этих четырех типов в дальнейшем поможет более эффективно их лечить. Каждый тип предполагает какое-то определенное лечение, правильно? Да, есть стандартная процедура, насколько я понимаю, что для каждого типа рака молочной железы требуется свой определенный протокол лечения, который уже годами проверен и показал свою эффективность. А вот эти протоколы лечения, то есть, иными словами, схемы, по ним уже началась какая-то работа, ведется или же нет? Это стандартная процедура, то есть мы, как исследовательская лаборатория, мы этим не занимаемся. Это прерогатива врачей, которые уже эти протоколы, которые, еще раз повторю, что это стандартные протоколы, которые они используют уже в клинике давно. Тогда хочется понять, выявление все-таки вот этих типов, оно какое преимущество будет в дальнейшем иметь для ученых и для врачей? Ну, во-первых, это будет еще один вспомогательный индикатор, который поможет, опять же, определить этот подтип. И также в наших исследованиях мы определили, что с помощью нашей технологии, именно сигнатур, можно определить не только определенный подтип, но и смешанные подтипы, чего... Бывают и другие. Да, бывают такие, чего, в общем, как я понимаю, не всегда удается определить это, используя другие какие-то технологии, другие стратегии. Понятно. А вот скажите, от научных исследований всегда ждут каких-то прорывных лекарств, каких-то очень эффективных, суперэффективных схем лечения. Вот что можете сказать в этом плане? Ну, данный конкретный проект, он направлен в основном на диагностику, и в настоящий момент мы пытаемся разработать прототип, либо экспериментальный образец диагностической тест-системы, которую мы уже бы хотели исследовать на более широкой популяции и посмотреть, насколько этот экспериментальный образец, прототип будет востребован, будет помогать ли врачам для того, чтобы ставить диагноз. То есть это, на наш взгляд, наша основная цель по данной тематике. Андрей Иванович, вот Вы говорите, более широкая популяция. То есть не только рак груди, но и другие виды рака, или же просто больше женщин будет вовлечено для исследования и в дальнейшем, я так понимаю, для лечения? Для того, чтобы проверить эффективность этой диагностической тест-системы, нам необходимо использовать больше пациентов, чтобы подтвердить, действительно ли эта диагностическая система будет эффективна и будет иметь определенную, как говорится, чувствительность и специфичность. То есть это такие, в общем, может быть, замысловатые термины, но они употребляются для того, чтобы обозначить аккуратность диагноза, который будет ставиться с этой тест-системой. Вот смотрите, ранняя диагностика, да, одна из главных целей. Капля крови, и тебе уже сказали, если не дай бог, у тебя такой диагноз. А что касается каких-то препаратов лекарственных, вот в этом направлении, насколько я знаю, вы тоже проводили какие-то исследования? Ну да, у нас идут, кроме диагностических тест-систем, которые мы пытаемся разработать, мы также начали разработку лекарственных препаратов для иммунотерапии онкологических заболеваний. И как раз вот эти два направления, они логически поддерживают и вытекают, связаны между собой. Потому что если, часто нам задают вопрос, если вы определили опухоль на очень ранних стадиях, когда еще нет симптомов, когда неизвестно, где она находится, в общем, ну что делать, кроме того, как за пациентом нужно будет более тщательно наблюдать. И для этого, на наш взгляд, как раз очень хорошо подходит иммунотерапия, когда мы знаем, что у человека развивается опухоль, но не знаем, где она находится. Для этого нужно стимулировать собственную иммунную систему пациента с тем, чтобы она распознала эту опухоль и уничтожила. Вот как раз это одно из тех направлений, с которыми мы тоже работаем в лаборатории. И каких результатов вы добились в этом направлении? Можно ли сделать так, чтобы иммунная система все-таки победила рак? Или такой еще момент. Исключительно ли это должна быть нулевая, начальная стадия? Или, возможно, какие-то дальше продвижения? Да, это сейчас один из, наверное, перспективных методов терапии онкологических заболеваний, который, в общем, разрабатывался уже на протяжении последнего, скажем, десятилетия. И он активно используется в клиниках, и, как я знаю, и у нас в Барнауле тоже. Это иммунотерапия. Трудно объяснить простыми словами, но здесь использование моноклональных антител, которые блокируют специфические рецепторы иммунных клеток. Блокируют развитие. Обычно эффективность иммунной системы снижена у онкологических больных. И существуют определенные белки, которые снижают эту активность. И вот эти моноклональные антитела, они блокируют эти белки и тем самым дают возможность иммунной системы справиться с онкологическими заболеваниями. То есть можно стимулировать иммунную систему? Да, это хорошо известный, хорошо задокументированный факт. И сейчас, я говорю, что это одно из перспективных направлений, для этого используются моноклональные антитела. Мы, используя те микрочипы, пептидные микрочипы, которые мы используем как для диагностики, мы также пытаемся найти пептиды, которые могут блокировать те же самые молекулы, что имеет ряд преимуществ, на наш взгляд. И вот мы в этом... А каких тогда? Если уж мы заговорили о пептидах, то что это? Ну, пептиды... Есть молекулы, опять же, другого слова. Одна из молекул называется Сетила-И-4, другая называется Пи-Ди-1, которые являются как бы тормозами иммунной системы. И мы сейчас уже нашли несколько пептидов на нашем микрочипе определенной аминокислотной последовательности. То есть мы знаем, что он из себя... Но эти пептиды как раз убирают вот эти блокады, да? Да, они специфически связываются с этими белками и тем самым убирают их, да, функциональную активность. А вот этот вид стимулирования, скажем так, иммунитета, он, на ваш взгляд, более эффективен, чем вот другие? Вы говорите, давно уже много есть разных видов, но вот именно наш, разрабатываемый нашими учеными. Этот вариант терапии, на мой взгляд, он наиболее перспективен, потому что он не ограничивает какой-то специфический опухоль, а он может быть достаточно универсальным средством для терапии различных онкологических заболеваний, не только на ранней стадии, но это используется и на более поздних стадиях, что, в общем, уже доказано в клиниках, что имеет достаточно серьезный эффект. Итогом такой работы должно стать какое-то лекарство, какой-то препарат. Да, мы хотели бы, мы начинаем сейчас тоже тестирование на животных, которые можно будет... Значит, сначала инвитро, потом инвиво, в пробирках, потом на животных, чтобы посмотреть его функциональную активность. То есть мы показали, что он, эти пептиды могут эффективно взаимодействовать с этими пептидами. Теперь нам нужно показать, насколько они функционально активны на клетках животных сначала. То есть сейчас начнется этап доклинических, клинических испытаний. Да, да, все это все. И в конце концов, когда сможет этот препарат увидеть свет, ну так хотя бы приблизительно? Трудно, но как говорит история, что, в общем-то, со времени, скажем так, открытия, до внедрения в клинику это может пройти до 10 лет. То есть это, в общем, достаточно длительный и непростой в плане организации и в плане финансирования проект. Но у вас нет сомнений в том, что этот препарат появится в конце концов, выйдет в широкое применение и будет эффективным на тот момент? Ведь все у него стоит на месте, развивается? Это в природе, наверное, каждого ученого. Это всегда сомневаться во всем. И опять же, статистика говорит не в пользу всех препаратов, потому что, как говорится, из 10 тысяч возможных кандидатов только один проходит в клинику. То есть поэтому идет очень большой отсев именно в промежутке доклинических испытаний, клинических испытаний и так далее. То есть здесь должна быть комбинация эффективности и безопасности использования этого препарата. Но ведь и тем не менее работа ведется колоссальная. Ведется не только нами. То есть можете представить, сколько лабораторий во всем мире пытаются разрабатывать новые лекарства. И, в общем-то, если судить по современной статистике, то последние 15 лет идет значительное снижение смертности от онкологических заболеваний. Как раз за счет того, что разрабатываются новые комбинации даже, может быть, лекарственных препаратов, которые используются в клинике. Андрей Иванович, расскажите еще о каких-то разработках вашего центра. Мы сейчас очень плотно работаем с еще одной американской лабораторией, где мы хотели бы разработать биосенсоры. Биосенсоры именно, опять же, для диагностики онкологических заболеваний. То есть это лаборатория университета Северной Каролины. И там молодой ученый, электрохимик, он как раз занимается нанотехнологиями и другими. Это одно из направлений, которое мы сейчас активны. А поясните, что такое биосенсоры? Биосенсоры — это сенсоры, которые могут определять биологические белки. Это какое-то устройство. Да, это устройство, которое будет более чувствительным, скажем так, будет определять меньшие концентрации тех белков, которые являются индикаторами онкологических заболеваний. То есть выявлять, опять же, на ранних сторонах. У нас всё, в общем, достаточно связано и идёт в двух направлениях. То есть мы не бросаемся из стороны в сторону, а пытаемся все наши усилия сфокусировать в двух направлениях. Это, как я уже сказал, диагностика и иммунотерапия. А вот такой ещё момент. Сейчас эпоха коронавируса, и у всех на слуху, что просто огромное число людей болит пневмонией, выявляют бронхиты. Люди переживают за свои органы дыхания. Вот именно в этом плане какие-то у вас исследования, разработки проводятся? Непосредственно в нашей лаборатории таких разработок не ведётся напрямую, но мы сотрудничаем с различными лабораториями на векторе, которые занимаются как раз разработками различных вакцин и других противовирусных препаратов. То есть это их задача была изначально с момента создания центра. Но об этом чуть подробнее мы поговорим уже в следующей программе. А сегодня мне остаётся лишь напомнить, что у нас в гостях директор российско-американского противоракового центра при Алтайском госуниверситете Андрей Шаповал. Спасибо вам большое за участие. До свидания. Спасибо вам большое. Продолжение следует...